Всем еще раз здравствуйте. Теперь, что касается Кирольского кризиса, я думаю, тут никого проблем не должно возникнуть. Первую мы знаем, Кейшель, как ее зовут. Я смотрю, у многих возникают проблемы, именно что касаемо копья и дубины. Смотрите, что касаемо копья. Копье, когда в кого-то попадает, получается по этому человеку увеличенный урон на протяжении 60 секунд. Копья стакаются. То есть, что это значит? Чем больше копья попало, тем больше увеличивается урон. И там раз в минуту, или, по-моему, раз в минуту, она меняет копье на дубину. В это время она не получает никакого урона. И потом я смотрю, что многие получают много урона после дубины. Смотрите, там, если горишь красным, значит на тебе настакано копье. И дубина по тебе хорошо въедет. Поэтому затанковать должен тот, по кому не настакано копье. Я вот, допустим, сейчас прошел с ребятами, они 30-40 миллионов, я был единственный, там 105. Прошли очень легко, вообще без проблем, но, правда, на уровне кошмар. На уровне ад, лично мое мнение, что можно пройти из Т4, но нужно уже брать тогда расширение. Я проходил без расширения, без всего, как бы, вот этого такого. Так что на уровне кошмар все проходится легко. Тут проблем никого не должно возникнуть. Просто под копья вы не становитесь. Пусть один танчит эти копья. Неважно, вот он их танчит целую минуту. Потом просто отойдет и дубину танчит другой. Там вообще все просто. Я вышел 200 тысяч и закончил, по-моему, имел 160 или 140 тысяч. То есть там вообще без проблем. Так, теперь что касаемо магазина. Что тут брать? Ну, вот эти все аватарки, шмарки, это все полная чушь. Туда же и отправляем вот эти вот рецепты, тоже полная хрень. Так, смайлики. Ну, если кому интересно, как бы ради принципа, конечно, можно взять. Ну, я не знаю тут, что тут интересного. Может быть, Кера счастлива. Нет, хотя вот зевает тоже, в принципе, неплохо. Теперь что касаемо, что тут можно вообще реально взять. Так, ресурсы мы не берем в расчет. Есть ускорение, есть телепорты. Первый вариант рассмотрим телепорты. Игра заточена под уже КВК. Поэтому все мы знаем, что неважно, какой телепорт, синий или фиолетовый, когда вы уже на КВК, территория одним цветом, вы можете использовать любой телепорт. Поэтому нет смысла переплачивать и покупать фиолетовый. Просто берем синий. Телепорты обязательно нужно взять. Это мое мнение, их нужно взять 5 штук. Если есть возможность, можно взять и 5 уже фиолетовых. Теперь что касаемо, допустим, золотых ключиков, щитов и так далее. Я думаю, что щит, конечно, классная тема, потому что достать их тяжело, но 24-часовой щит – это слишком долго. На ночь, в принципе, можно надевать и 8-часовой. Поэтому один можно взять, пусть будет, а в остальном я не вижу смысла этим, потому что щит снимается раньше. 24 часа слишком много, 8-часовые щиты самые классные. Фолианты знания? Нет, не нужно. Их слишком дорого брать. Теперь стоит ли брать вот эти вот ускорения 60-минутные? Или стоит ли что-то взять другое? Нет. Нет. Я считаю, что нужно взять только очки действия. Я объясню, почему. На карте КВК, на последних варваров, когда вы их бьете, пусть каждый третий варвар вам упадет 45 минут ускорения. Из расчета возьмем, что по 9-9, 45, грубо говоря, час. Взяли мы 10 штук. Это 5000 очков действия. С 1000 очков действия вы убиваете 30 варваров. 30 умножите на 5 – 150. 150 варваров мы их с каждого третьего делим на 3, получается 50. 50 часов ускорения на войска. Помимо этого вы оттуда получите ресурсы. Из 50 варваров вам как бы еще навалит кристаллов. Поэтому по часам плюс-минус, как бы, смотрите, здесь что выходит у нас. Мы здесь берем 10, это полторы вот этих вот монеток. А здесь выйдет 3. Во-первых, типа в 2 раза переплачиваем за те же, как бы, вот эти 50 часов. Это 2 суток. В общем, по ОД выйдет и в 2 раза, если покупать ОД, то монет выйдет в 2 раза меньше. И помимо этого вам навалит кристаллов. Поэтому еще раз повторюсь, мое мнение, что нужно выкупить вот эти вот синенькие телепорты. Возможно, взять один щит. Вот это вот ускорение не берем. На все остальное скупить ОД. Конечно, можно взять золотые ключики, но, как правило, просто ты открываешь эти ключи, в них ничего нет. Но, чтобы не расстраиваться, конечно, можно взять, но 5000 очков, мне кажется, это слишком много. Я вот не знаю, на что я выйду. Сейчас попробуем пройти вот эту вот дубинку. А, и плюс совет, как бы, играйте с друзьями. Почему? Потому что, может быть, оказаться такое, что люди зайдут вроде нормальной мощности, а там повыбегают Пилая, Боу Дики, ну, еще что-то такое. Если у вас нет командиров, что-то типа Минамото, Цао, Чингисхана, как бы, не проблема, если вы играете в пати. Просто первую ставите Этерфлету, за ней ставите Велизария, и вы будете хорошим помощником. Ни в коем случае не надо брать от них слишком много Ричардов, потому что ваша задача не вытанковать урон, а ваша задача внести урон. Одного дебафера в команде хватает. Так, сейчас посмотрим. Не, ну это что-то там 1 миллион. А, 31. Мне показалось, 1 миллион. Да, он, в принципе, же не мог зайти. Ну, все, готово. Сейчас посмотрим, один раз пройдем. Покажу, как это работает. Так. Сюда мы поставим этого человечка. Ни в коем случае не нужно остановиться под копья. Смотрите, вот сейчас, допустим, сплэша будет вылетать. Мы должны стать так, чтобы не было сплэши под копья. Вот человек на Ричарде это понял, он отошел в сторону. Копья будет лететь строго в него. Мы, то есть, настакивание копий получать не будем. Вот, мы видим, куда копья влетает. Вот она площадь. Вот этот вот Сунья должен стать чуть-чуть левее. Он может попасть под копья. Вот опять же, вот о чем я говорил. Выходит 2 Ричарда, получается. Сейчас посмотрим, сколько этот Сунья будет носить урона. Но, скорее всего, урона будет от него мало. Пиратча выносит, как бы, больше всего урона, потому что он получает еще урон от контратаки. Я не могу понять, зачем эти Ричарды вот так вот делают. Он должен втанчивать урон. Ну, должны, наверное, легко пройти, я думаю. Нет. Плохо-плохо. Мы не внесли 200 тысяч урона. Но это лишь потому, что, как его, четвертый человек поздно подошел. Вот еще один просто отошел в сторону. Это тоже неправильно. Но вот он правильно сейчас делает, что отходит. Почему? Потому что на нем красная иконка. И он не понимает, что на нем настакана куча копий. Вот этот дурачок сверху стоит, и он меня бесит. Очень долго бьем, и люди вообще непонятливые. Они почему-то думают, что этот молоток внесет кучу урона. То есть они же не читали в описании, как она работает. В этом нет ничего плохого. Сначала почитать, потом поиграть. Ну вот, я же говорю, урона вообще не вносит. Просто ноль урона. ББК 22 тысячи урона. Я внес урона больше, чем они все троем. Ну почему он стоит? Так, ну вот сейчас она поменяет орудие. Он просто боялся дубинки. Ну это дурачок, что сказать о нем. А теперь становится под копию. Достань ты уже левее второго Ричарда, и все, не бойся. Но с ними сейчас будет тяжело пройти, потому что если вот этот пират не понимает, как работает, сейчас опять копье сменится на дубинку, и он просто упадет с одной дубинки. Ну вот он, ББЦ. Просто бегает, просто бегает, ничего не делает. Вообще ничего. Я в шоке с него. Но как бы плюс в том, что он на Терфлет взял, он как бы дебафает. От него как бы толк в этом есть. Сейчас уже смена орудия будет. Ну вот, от Ричардов как бы немного толку на самом-то деле. Так, куда он встал? Вот, опять он просто стоит. 152 тысячи, даже не бьет. Я не знаю, что ему сказать. Дружок. Да какой отступаем? Просто... Да какой ты глупый! На тебе не висит красная штука, на тебе копья, они настаканы. Почему мы должны отступать? Инвалид, блин. Просто бегает, просто бегает ни о чем. Он все дубинки переждал. Какой же глупый, блядь. Нет, поэтому еще раз повторюсь, что играйте с друзьями, чтобы поменьше вот этих глупых людей с вами попадалось. Типа вот этого б-б-б-б-ца. Ну, в принципе, едва идти Ричарда, я вообще не понимаю. Получил ты уже настакивание, копий. Все, ты можешь раунд дубинки просто отдохнуть в сторонке. Это... Просто дебилы. Пишет. Ух, какие же они глупые. Ну, ладно. Всем спасибо, кто досмотрел.